Ребят, вы не представляете, что такое говорить своей дочке, что мамы больше нет. Вы видите, знаете, была одна ситуация, что я захожу в комнату, она обнимает ее носки. И говорит, что вы говорите, что я знаю, что я хочу на день рождения. А ни я, ни кто другой не сможет выполнить это. Отец двоих детей рассказывает, жену потерял в жуткой аварии. Семья возвращалась домой после дня рождения сына. Ему исполнилось два года. На встречку вылетела машина на большой скорости. Как выяснилось позже, водитель был пьян. Таких трагических историй в арсенале областного ГИБДД накопилось немало. Чтобы снизить число аварий, сотрудники проводят так называемые краш-курсы. Это шокотерапия. Показывают фильмы, приглашают на встречи очевидцев и пострадавших. Мы, граждане России, должны все-таки задуматься о безопасности дорожного движения. Ведь на дороге нет случайных людей. Есть пешеходы, есть водители, есть велосипедисты, иные участники дорожного движения. И от нас, от всех, зависит все-таки безопасность. В день в Самарской области случается не менее 10 аварий, говорят эксперты, в основном на загородных трассах. Фуры не всегда пропускают легковые машины, те же слишком спешат и пытаются обогнать. Но и в городе аварий хватает, хотя в последнее время их количество и сокращается. Здесь причина в основном кроется в нетрезвых водителях. Для помощи сотрудникам автоинспекции в 2015 году создали общественную организацию «Ночной патруль». Это активисты, которые помогают выявлять нетрезвых водителей на самарских дорогах. Часть общества, которое готово оказывать полиции, прежде всего в задержании таких водителей. Вступить в ряды добровольцев может любой желающий с отсутствием судимости. Для этого нужно связаться с общественниками, например, через группу в соцсетях. Мария Левина, Николай Пифанов. События.